Всем здравствуйте! В эфире телеканала Абакан-24, вечерний эфир. Меня зовут Надежда Савельева. В ближайшее время будем вместе с вами в прямом эфире беседовать, общаться. Два замечательных гостя у нас будут. И уже готовы представить, кто у нас прямо сейчас в гостях. Ольга Александровна Любчич, главная врач Республиканского перинатального центра. Здравствуйте, Ольга Александровна. Хочется сказать, что сегодня посвятим эфир беременности беременным женщинам и приурочим его к празднику, который будет отмечаться 7 апреля. Это день беременных. Поэтому те женщины, которым интересна эта тема, не только женщин, но и мужчины, могут, я думаю, сейчас присоединиться к нашей беседе и звонить, задавать вопросы, если будут таковы. 22-41-18, телефон нашей студии. Так что не стесняйтесь, звоните. Ольга Александровна, хочется узнать про праздник. Я вот впервые узнала, что есть такой замечательный праздник, 7 апреля, день беременных. Что за праздник, для чего вообще он создавался, какие цели он преследует? Да, Надежда, с этого года, с 20, вот даже с 23-м уже году начали, этот праздник отмечается всероссийский уже. Вообще и ранее такой праздник отмечали при поддержке партии «Единая Россия», в частности, в 16-ти пилотных регионах, начиная с 12-го года, такой праздник начали отмечать. Значение этого праздника в том, чтобы поддержать беременную женщину, отношение к ней общество особое, показать значимость беременной женщины, что для нас, для граждан России это представляет, что это наше будущее, повысить, так сказать, к ней бережное отношение и помочь самим беременным женщинам правильно ощутить себя в нашем обществе, будучи беременной. Потому что, наверное, сейчас как-то все меняется, и меньше даже желающих может даже в общественном транспорте уступить место беременной. А все-таки мы должны очень трепетно и линейно относиться к нашим будущим мамочкам, помогать им в их непростом решительном шаге вынашивать ребеночка и становиться матерью. Поэтому вот такой день был популяризирован, так сказать, и даже отмечается он дважды в год, то есть 7 апреля и 7 октября. Почему два раза в год, кстати? Да, Надежда. Это вот потому, что беременность длится 9 месяцев, не 12. И если бы он отмечался один раз в год, то не все беременные женщины успели бы его... В беременном состоянии отпраздновать. Да, отпраздновать. Да, да. И поэтому вот принято решение отмечать его дважды в год, чтобы все беременные мамочки, кто в этом году беременен, то они бы его отметили. На самом деле, конечно, мы как учреждение родоспоможения сразу поняли значимость этого праздника и поддержали такую инициативу. И тоже будем присоединяться к празднованию Дня беременных. А впервые будете присоединяться? Надежда, мы не входили в те регионы пилотные, которые участвовали ранее в праздновании. Поэтому мы будем впервые праздновать День беременности. Тогда расскажите, какие мероприятия будут проходить в перинатальном центре и вот приурочены как раз к этому замечательному празднику. Да, Надежда, мы уже подготовили некоторые мероприятия. Первое, что мы хотим анонсировать, наверное, на вашей передаче и пригласить беременных женщин, это такой мастер-класс, такой День ремесленника. Он посвящен, совместно мы его будем проводить с предпринимателями города Абакана. И посвящен он будет представлению различных вариантов хобби, вот ремесла, которыми беременные женщины могут заняться, освоить во время вынашивания ребеночка. Наверное, ну ни для кого не секрет, что когда женщина становится беременная, и особенно когда уже наступает вот период декретно-водородового отпуска, у нее появляется время, которое можно провести по-разному. Понятно, что кто-то ходит в кино, на мультики, это тоже приветствуется, позитивный настрой. Кто-то ходит слушать музыку классическую, считается, что классическая музыка, вот ее прослушивание способствует благоприятному развитию ребеночка, да, и как бы, ну, позитивно сказывается на течение беременности. Кто-то ходит, гуляет в парке, это тоже хорошо, это размеренная, спокойная физическая нагрузка, и успокаивает, и в то же время позволяет оставаться в хорошей физической форме, препятствует развитию ряда там осложнений при беременности, в том числе вот физическая умеренная такая нагрузка. Кто-то ходит в бассейн, что тоже беременным приветствуется, только с определенной температурой, да, Надежда, не холодная, чтобы она была с определенной температурой, лучше в детские бассейны, поэтому ходить, да, где температура получше, глубина получше. А вот ванну, принимать ванну запрещено, да, беременную? Горячую ванну, конечно, запрещено. А теплую? Температура не такая холодная, как мы вот ходим в бассейн обычные люди, а вот как детские бассейны, там чуть-чуть на несколько градусов выше, это приветствуется. Есть даже варианты аэробики в воде, вот фиквуса, да, аквааэробика для беременных в том числе. Вот, ну, кто-то из беременных женщин во время беременности осваивает какое-то новое ремесло, а для некоторых женщин иногда это становится даже профессией. То есть вот, ну, будучи имея профессию какую-то, вот они вступают в беременность, знакомятся с тем, как, например, вышивают женщины или как творят, допустим, какие-то вот флористика, букеты, и сами начинают, это тоже повторять. И зачастую уже и беременность закончилась, уже и ребеночек подрастает. А это вот хобби превращается даже в профессию и может приносить ведь даже дополнительный доход. Ведь сейчас много у нас женщин, кто работает на дому, кто-то вот печет торты. Знаете, я знаю таких женщин, которые вот как раз в декретном, ну, или до этого какую-то познают профессию, именно такую, ну, фрилансер, так скажем, и уже не выходят на свою основную работу, потому что им прям комфортно. Вот и ребеночек рядышком, и вроде как они здесь, и вот они постепенно начинают и увеличивают нагрузку, а потом говорят, а мне зачем выходить, мне и так комфортно. Ребенок уже подрос, там, уже три года, он уже идет в садик, а они остаются на такой, ну, на домашней, на такой работе. Кто-то там торты делает, кто-то какие-то игрушки изготавливает, кто-то в индустрию красоты уходит. Ну, у каждого свои. Да, надежда. Поэтому часто такое последекретное, кстати, происходит. Потому что они вот пока находились дома, с этой профессией познакомились. Ну, и мы тоже с целью, не то, чтобы они, конечно, из профессии ушли, а то, чтобы они, как бы, ну, нашли себя во время беременности, вот в послеродовом периоде, хобби какое-то имели. Потому что все равно, ну, когда ты работал активно и ты уходишь в декретный отпуск, находишься, ну, дома, а в послеродовом периоде дома с ребеночком, ну, чтобы не было такого, что вот быт, быт, каждый день быт, день сурка, для этого нужно иметь, конечно, хобби, где душой можно отдохнуть. И мы вот пригласили поэтому на нашу встречу предпринимателей, которые, ну, не буду пока рассказывать секрет, которые покажут некоторые виды ремесел. Для этих предпринимателей эти ремесла стали их, собственно, делом, которое приносит и в том числе и доход. И они изготавливают красивые вещи, которые мы вот с радостью приобретаем, и глаз наш радуется, так сказать. Но, кроме этого, мы на встречу еще пригласили профессионала, который поможет сориентироваться женщинам вообще вот в профессиональной направленности. У кого, к чему душа больше лежит, да, Надежда? То есть это с психологической точки зрения. Вот тренер расскажет, как определить в себе, ну, направленность, предпосылки какой-то вот из профессий, из рукодельных таких. Хорошая, кстати, вещь, потому что есть люди, которые сами не понимают еще. Причем уже в довольно зрелом возрасте, и они сами еще не знают, не определились, вот к чему душа лежит. И во взрослом возрасте иногда определяются и удивляются, причем что у них открываются новые какие-то таланты. Да, конечно, таланты. А бывает такое, что вот им ничего не хотелось в юности, в студенчестве, а после 30, там, ближе к 40, они начинают, вот прям у них множество сразу же каких-то возможностей. И творят, и ведь красиво, и ведь восхищаемся. Поэтому, ну, вот кто знает, если беременные придут на наш вот этот вот мастер-класс, возможно, тоже кто-то найдет себя и будет радовать нас бесконечно даже какими-то выставками. Ну, замечательно. Таких вот творений. Это одно из мероприятий или это основное? Ну, Надежда, это одно из мероприятий, конечно, одно из мероприятий. И также мы как бы хотим обратить внимание женщин на то, что если вот у кого-то есть такое в голове, что вот, ну, я отложу беременность, потому что вот у меня сейчас хорошая фигура. Все-таки беременность, это сопряжено с тем, что какие-то, может быть, лишние килограммы появятся. Как мне их скинуть после родов, смогу ли я? Это вот период такой. Ну, давайте все-таки я вот сейчас такая вот красивая, проживу активно жизнь. А попозже, когда уже не жалко будет фигура. Да, попозже, когда-нибудь уже не жалко я, да, фигуру не жалко, я буду беременеть. Вот. И поэтому мы еще приготовили такое мероприятие, это проведение флэш-моба. Флэш-моб мы будем проводить именно для беременных женщин. Флэш-моб мы планируем провести на территории нашего перинатального центра, у его главного входа. У нас будет инструктор по фитнесу, и инструктор у нас по фитнесу, их будет двое, в том числе беременная девушка, которая сама является вот этим инструктором по фитнесу, и беременной девушкой. И поэтому мы приглашаем сейчас среди беременных, кто состоит на учете в нашей женской консультации девушек, принять участие вот в таком вот флэш-мобе. То есть мы организуем и музыкальное сопровождение, будут показывать элементы, которые совершенно не сложные, они не повлияют на течение беременности, безопасные. Ну, с учетом, да. С учетом положения наших участниц. И, ну, вот в течение определенного времени проведем вот такую вот танцевальную разминку. И докажем, что беременность это не повод, да, это полезно. И это не повод расставаться с какой-то физической активностью. Она тоже может быть, и в себя в форме можно поддерживать. И там мысли о том, что мне нужно оставаться в хорошей форме, это не повод отказаться от беременности, перенести ее на когда-то потом. Поэтому вот надо беременеть, когда вот уже вы к этому готовы. И не откладывать это на после 35, на после 30. А чем раньше, тем лучше, как мы помним. А сколько участников планируете собрать на флэш-моб? Ну, мы, Надежда... Там ограниченное, наверное. Мы вообще приглашаем всех, потому что, как бы, чем больше, тем лучше. У нас, вот у центрального входа имеется асфальтированная большая площадка. Ну и порядка, думаем, вот 30 человек спокойно она вместит. Поэтому видно будет всем, так как у нас будет инструктор и еще инструктор. То есть мы разместим в нескольких точках. И женщин поддержим. Это будет 8 апреля? Это будет, мы планируем, да, провести день беременных 7 апреля, воскресенье. Но планируем все-таки в рабочий день, чтобы было более безопасно, более удобно, наверное. Чтобы мы были на местах и тоже помогали всем. Планируем, да, на следующий день 8 апреля в понедельник. По времени известно, во сколько? Ну, по времени сориентируемся с нашим инструктором, пока планируем ближе к обеду в первой половине дня. А скажите, как записаться для того, чтобы прийти на встречу с предпринимателями, с теми, кто профессионально сориентирует женщин беременных? Да, это мы делаем обычно по записи. У нас существует вот школа беременных. Мы имеем публикации по этой школе в нашем канале ВКонтакте. Закреплено у нас обычно сообщение с нашим расписанием и с телефонами. И по телефону регистратуры можно позвонить и записаться. Тоже у нас на сайте ВКонтакте, в Телеграме телефоны есть, и колл-центры, и регистратуры. Поэтому записаться стоит. Но если даже какие-то женщины беременные окажутся у нас в консультации в день проведения мастер-класса, то есть 28 числа, то они обязательно должны прийти и посмотреть, послушать наши сообщения от нашего тренера, посмотреть те уроки, которые будут преподнесены им по плетению. Раскрываю уже секреты. То есть, да, сейчас поясним зрителям, что 8 апреля флешмоб, а встреча с предпринимателями 28 марта. И это все требуется предварительной записи. Да. Необходимо позвонить. По телефонам регистратуры и колл-центра, да. А здесь ограничено количество? Ну, это запись, мы ее проводим для того, чтобы нам сориентироваться прежде всего, на какой поток наших пациентов нам рассчитывать. Вместимость зала у нас, где проводятся занятия, она определенная. Есть у нас и больший зал. Если возникнет такая потребность, что у нас много записавшихся, много желающих, то мы лекцию нашего тренера по профессиональной ориентации перенесем в более большой просторный зал с этой целью. Но запись ограничивать мы не планируем, потому что привлекли мы все-таки профессионала в этой направленности. И хотим, чтобы как можно больше беременных послушало это, совершенно тут бесплатные вот эти вот тренерские курсы, и ничего за собой, так сказать, не требуют. Поэтому приглашаем всех, а уже сориентируемся по количеству желающих по залу. Ольга Александровна, беременность – это особое, такое замечательное время в жизни каждой женщины. И есть такая фраза, как «беременность не болезнь». Все-таки что можете сказать? Потому что некоторые сразу начинают всего бояться, остерегаться, легли такие, все, я беременна, мне ничего нельзя, мне быстрее бы уйти в декретный отпуск. Что вы можете сказать? Ну, как мы уже обсуждали, даже участие в флэшмобах и акваэробика, бассейны, все это не исключено. Все-таки это не болезнь? Не болезнь, Надежда, да. Беременность – это физиологическое состояние женщины. То есть это то состояние, которое не является заболеванием и не требует каких-то жестких ограничительных мероприятий. Следует, конечно, отметить, что о течении беременности, о отсутствии ее осложнений, это вам скажет ваш лечащий врач. То есть задача пациентке все-таки прийти на учет и как можно раньше встать, до 8 недель прям желательно на учет встать. И уже далее врач ведет беременность. И если случатся какие-то осложнения, отягощающие течение беременности, то, безусловно, доктор предупредит о том, что пациентке следует избегать физических нагрузок, или там не разрешены перелеты авиатранспортом, ну это индивидуально и сопряжено уже с осложнениями беременности. А мы сейчас говорим все-таки о физиологической беременности. И физиологическая беременность, если, допустим, ну там 20 лет назад говорили, что там, ну вот определенный покой, там надо соблюдать, да, и лечили там положением в кровати, постельным режимом там на левом боку, то на сегодняшний день таких, как бы, рекомендаций, советов не следует. И наши современные клинические протоколы, клинические рекомендации, по которым мы работаем, не содержат сейчас вот такие ограничительные мероприятия в отношении физиологической беременности. То есть, в принципе, женщина может вести достаточно активный образ жизни, рекомендуется, наоборот, даже вот прогулки, гулять на свежем воздухе, умеренная нагрузка физическая, она должна быть, конечно, ображнения должны быть подобраны с учетом статуса беременности, но она не противопоказана, как и какие-то там интимные отношения, тоже вот ограничений таких нет, если нет осложнений. Поэтому вот все-таки мы за то, чтобы беременные вели образ жизни, который им комфортен, не ограничивали себя в том, в чем ограничивать-то, собственно, и не надо, и не боялись поэтому своего состояния, и действительно провели свою беременность так, чтобы потом вспомнить им было это все достаточно приятно. И, я думаю, многие, надежда, женщины вспоминают свою беременность как чудесное состояние, и даже вот, ну, пусть там в наше время там, может, не было акваэробики, но были кинотеатры с кинофильмами и с мультиками, и была классическая музыка, и вот когда мы живем в обычном своем ритме, будучи не беременными, у нас, как правило, очень мало времени на посещение этих мероприятий, а когда вот ты беременна, и ты находишься в декретном отпуске, вот как раз время и есть себя посвятить этим каким-то любимым занятиям, и, конечно, посещать, допустим, танцы плавные, какие-то плавные физические упражнения выполнять, это, конечно, только в плюс для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, потому что беременность заканчивается ведь родами, а во время родов ведь женщине нужно все-таки выкладывать и физические силы, участвовать в процессе родов, и потужная деятельность с участием мышц пациентки, это же тоже все важно, и поэтому физическая форма, это, конечно, очень важно во время беременности, поддержание ее определенными упражнениями. Давайте напомним, или для тех, кто впервые с этим сталкивается, куда обращаться, если женщина узнала о том, что она беременна в первую очередь, то есть куда обращаться, что для этого нужно, ну и далее уже как подготовиться. Вернее, давайте начнем с того, как подготовиться, а потом уже куда обращаться. Давайте так, давайте. Да, потому что все-таки врачи рекомендуют к беременности готовиться заранее. Почему? Почему все-таки? Конечно, беременность – это в любом случае нагрузка на организм, потому что внутри матери развивается плод, который развивается 9 месяцев, который растет, который тоже имеет там свой круг кровообращения, имеет определенную массу. И вот эти все особенности, они воздействуют на материнский организм, конечно. И как бы поэтому, если у пациентки есть какие-то отклонения в состоянии здоровья, они во время беременности могут проявляться, могут усугубляться, могут отягощать течение беременности. И вот чтобы это минимизировать, нужна так называемая предгравидарная подготовка, подготовка перед беременностью. И начинать ее нужно не позднее, вернее, чем за 3 месяца до планирования беременности. Потому что она тоже нуждается в определенных временных рамках. Прежде всего, эта подготовка будет связана с визитом к врачам. То есть нужно записаться к терапевту в поликлинику и уточнить состояние своего соматического здоровья. А нет ли хронических заболеваний, печени, почек. Доктор посмотрит, дальше, возможно, направит даже к каким-то уже более узким специалистам. К лору, например, к офтальмологу, к кардиологу, к эндокринологу. На сегодняшний день молодеет сахарный диабет. Чаще встречаются заболевания почек, в том числе воспалительные, которые являются весьма значимыми для течения беременности. Кроме того, обязательно нужно записаться к врачу, акушеру, гинекологу. С акушером-гинекологом пациентка пройдет определенные этапы обследования в плане подготовки. И назначены будут определенные лабораторные инструментальные обследования. Очень хорошо, что на сегодняшний день у нас такая идет активная пропаганда именно диспансеризации, профилактических осмотров, что много выявляется на этих профосмотрах заболеваний. И в ряде случаев удается предотвратить какие-то тяжелые осложнения, увидеть онкологию на ранней стадии. И поэтому сдача анализов и прохождение дополнительных инструментальных исследований – это все необходимо для того, чтобы определить состояние здоровья, с которым пациентка войдет в беременность. А анализы – это тоже какие-то анализы и обследования в определенный день цикла сдаются. Поэтому нужно время, чтобы оценить состояние пациентки. И начинается это за три месяца. По результатам обследования ведь не факт, что все будет идеально. Ведь потребуется, возможно, какое-то лечение. И это лечение проводится тоже в определенные дни, а иногда недели. После того, как оно будет произведено, это лечение, нужно будет оценить его результат, излеченность, контроль излеченности произвести. Поэтому время, конечно, нужно. Кроме того, нужно обязательно женщине супружеской пары, с парой и ее супругу продумать вопрос отказа от вредных привычек. Потому что курение – такой важный фактор, который повышает риск преждевременных родов, повышает риск рождения маловесных плодов, повышает риск гибели внутриутробной плода и младенческой смертности. Это доказанные уже факты, что если отказаться от курения, что на 17-20% все вышеперечисленное, оно будет снижаться, все эти фатальные нехорошие исходы. Поэтому отказаться от курения тоже ведь не в раз. Это же не так, что на завтра мы не курим. Это тоже потребует времени. Кроме того, на сегодняшний день остро тоже стоит вопрос с необходимостью вакцинации от ряда инфекций. Ковид мы все пережили и видели, как вакцинация важна, и как важна вакцинация до наступления беременности, а не когда уже все случилось. Кроме того, сейчас у нас есть определенные детские инфекции, корь, краснуха, которые тоже требуют вакцинации до беременности. Потому что если женщина вступила в беременность и не была вакцинирована, и не дай бог она встретится с этой инфекцией, инфицируется, заболеет, то вот эти инфекции корь, краснуха способны влиять на плод, вызывать поражение плода, пороки развития плода, внутриутробную гибель плода и его заболеваемость, если даже плод будет рожден. Поэтому вот это все и требует времени. Кроме того, обязательно нужно пройти мероприятие по нормализации веса, если имеет место у пациентки избыточный вес, ожирение. А это тоже, ведь надежда, требует времени, тоже это за месяц не сделаешь. Поэтому три месяца это как минимум. А если, конечно, будут обнаружены какие-то отклонения в состоянии здоровья, то возможно и больше. Поэтому и надо беременность планировать. И отношение такое, ну вот раз я забеременела, значит я здорова, к сожалению, оно не оправдывает себя на практике. А наоборот, беременность это лакмусовая бумажка, которая покажет все те отклонения в состоянии здоровья, которые у вас имелись. И заболевания, они во время беременности, как правило, ухудшают до своего течения, обостряются. И оказывает осложненное уже, осложнение оказывает на течение беременности. То есть способствует развитию плацентарной недостаточности, когда страдает плацента, а это тот орган, через который плод получает питательные вещества из кислород. И дальше уже, ну, лечение-то мало вариантов. И плод начинает страдать, значит гипоксия плода. А проще ведь это все до беременности коррегировать, подобрать терапию там, где заболевание хроническое. И на компенсированном состоянии, с подобранной терапией, вступать в беременность. Много сейчас гипертонической болезни, повышения давления. И вот встречаясь с беременными и с тяжелыми осложнениями, мы видим, что до беременности женщины не ходили к врачам. Они знали, что периодически давление поднимается, но не коррегировали его. И беременность у них наступила не запланированно, не на подобранной терапии. А вот если терапия по гипертонической болезни назначена до беременности, и беременность наступает на фоне нормального давления, то гораздо ниже риск осложнений таких, как гипертензия во время беременности, преэклампсия, маловесный плод, преждевременные роды. То есть тогда сосуды в нормальном состоянии, в нормальном тонусе, артериальное давление нормальное, риск осложнений закладки их вместе с плацентой, конечно, тоже ниже. Ольга Александровна, тогда если подытожить, если женщина планирует беременеть, ей необходимо к терапевту, к акушеру, гинекологу? Ну, как минимум, да? А дальше уже у терапевта сдаются все необходимые анализы, кровь, гинеколога тоже сдаются анализы. И у гинеколога, и дальше уже смотрят, да? На онкоцитологию обязательно, УЗИ делается малого таза, УЗИ молочной железы, флюорография, потому что пациентка не беременна, группа крови и резус-фактор, и ей мужу тоже нужно сдать, потому что если резус-отрицательная пациентка, свои особенности в течение беременности, в ведении ее. Это программа минимум, Надежда, Как минимум за три месяца. Мужчина тоже должен пройти необходимое обследование? Да, как ни, может быть, не непривычно, но мужчина тоже должен пройти обследование, потому что все-таки здоровье будущего ребеночка складывается из здоровья обоих супругов. И очень важно, чтобы мужчина тоже знал о состоянии своего здоровья. Для этого ему нужно прежде всего начать с простой записи к участковому терапевту, где он пройдет флюорографию, где он пройдет необходимое, что при профосмотре проводится обследование, то и будет проведено. Сдаст также анализы, по которым будет, возможно, выявлены какие-то моменты. И тут нужно помнить, что когда имеют место хронические заболевания мочеполовой сферы у мужчины, когда имеет место гипертоническая болезнь, когда мужчина курит, избыточно употребляет алкоголь, имеет место избыточная масса тела, все это откладывает свой отпечаток в том числе и в половых клетках, на тех клетках, которые понесут здоровье будущему ребеночку, из которых он будет строиться. И ведь очень важно дать закладку родителям, своему будущему ребеночку, максимально хорошую. Поэтому мужской фактор никто не отменял. И обязательно мужчина должен пройти специалистов. Если будут выявлены какие-то подозрения на отклонение в мочеполовой сфере, то мужчина будет направлен к урологу. И на сегодняшний день, вот с этого года, в Российской Федерации введена такая диспансеризация диспансеризация репродуктивного здоровья. То есть репродуктивный возраст у нас с 18 до 49 лет. И это тот возраст, в котором, от лета рождения говорят. И вот введена такая диспансеризация, помимо обычной диспансеризации, как бы вариант углубленной диспансеризации, во время которой будет оцениваться именно репродуктивное здоровье. И мужчины должны ее проходить, и женщины. И там уже осмотр детальный уролога. И если выявляются какие-то подозрения, то уже более детальные анализы и на воспалительные заболевания, и УЗИ применяется. Ну, в зависимости уже от того, что будет найдено на первом этапе этой диспансеризации репродуктивного здоровья. То есть даже специальная диспансеризация в России введена, что ведь очень удобно для наших пациентов. Если раньше пациенты спрашивали, а где мне пройти, а как записаться? Среди просто пациентов с воспалительными заболеваниями. А сейчас вот это обследование, которое, по сути, даже предгравидарная подготовка, можно пройти в рамках вот этой диспансеризации по репродуктивному здоровью. А это значит выделенное отделение профилактических осмотров, выделенное время. То есть легче попасть к доктору, легче пройти. Это тоже немаловажно. Государство заботится о репродуктивном здоровье населения, и мы должны этим пользоваться активно. Да, замечательно. Следующий вопрос. У нас менее 10 минут до окончания эфира остается. К сожалению, бесплодие тоже имеет место быть, и бывает, что у пар не получается зачать ребенка. Какие у нас меры профилактики бывают у бесплодия и актуальны в наше современное время? Ну да, Надежда, к сожалению, вот наш перинатальный центр, у нас есть отделение ЭКО, и наша заведующая, Элена Владимировна, ты что, врач-репродуктолог, работает с такими парами, с бесплодием. И мы на практике даже подтверждаем то, что в теории писано, так сказать, что за причины у бесплодия и как его профилактировать. А причины, они, конечно, банальны. Это, как правило, инфекционные воспалительные заболевания. То есть вот именно профилактика вот таких вот воспалительных заболеваний, она первостепенная в профилактике бесплодия, потому что большая доля нарушений фертильности, как у мужчин, так и у женщин, связана с перенесенными воспалительными заболеваниями, когда уже пострадали половые органы. Тут важно сказать, что при нашем темпе жизни, при наших каких-то, может, вот таких современных особенностях, нужно помнить, что любые дискомфорты, любые жалобы – это повод обратиться к врачу, это повод пройти углубленное обследование для исключения инфекции. На сегодняшний день инфекционные факторы вызывают воспалительные процессы в такой вот незаметной форме, клинически малозначимой. То есть может пациент не испытывать температуру, не испытывать каких-то там болевого фактора, с мочеиспусканием может особо ничего не происходить, а латентно вот так течет заболевание, и дело свое делает инфект. И мы уже потом встречаемся с последствиями, с бесплодием. В этом ракурсе профилактики бесплодия следует еще сказать, что, конечно, тут нужно начинать с простого санитарно-гигиенического воспитания и воспитания в том числе нашего подрастающего поколения на принципы здорового, так сказать, здоровой интимной жизни, чтобы они понимали, что это такое, профилактировать беременность у юных наших совсем девушек. Ну и, конечно, хочется еще отметить, что именно мужчины могут, так сказать, сделать для того, чтобы минимизировать риски, это избегать перегревания половых органов. То есть не нужно носить какое-то тесное белье, какие-то использовать подогревы различные, сидения. Если все-таки мужчина планирует беременность, то вот помнить о том, что повышенная температура способствует снижению фертильности, поэтому вот даже в таких вот бытовых мелочах тоже нужно относиться к этому внимательно. Ну и в отношении женщин то же самое хочется сказать, что все-таки воспалительные заболевания у нас – это первое, а одна из последующих причин – это эндокринные нарушения. И тут, конечно, важно следить за характером цикла. И если есть отклонения, нарушения, задержки, длительные менструации, своевременно обращаться к врачу. Потому что зачастую вот за тем, что имеют место вот такие жалобы, причина кроется в эндокринной патологии, в патологии щитовидной железы, о которой пациентка может и не догадаться. И она поддается лечению? Да, Надежда. То есть бывает такое – пролечились, и потом беременность поступает? Да, Надежда. Если своевременно узнать о заболевании, то его можно пролечить, и последствия его, ну, может и не быть, они будут минимизированы. А если заболевание обратится, когда оно уже в запущенной форме, и когда процесс вот этот воспалительный уже привел к спаечному процессу, допустим, в трубах, да, то это уже поздно. Это уже сформировалось, бесплодие трубного генеза в данном факторе. Также и у мужчин после перенесенного воспалительного процесса могут нарушаться нормальное функционирование и снижаться качество материала, так сказать. Вот, поэтому мы призываем к тому, чтобы пациенты обращались при наличии жалоб, ну, как можно раньше, и в том числе мужчины, потому что чистота мужского бесплодия на сегодняшний день у нас растет. А в процентном соотношении женское и мужское у нас есть какие-то цифры? Ну, у нас как бы на первом месте все-таки стоит... Вот последние годы мужское бесплодие уже подходит к первому месту. А пока смешанного генеза, то есть когда есть изменения и у женщины, и у мужчины в супружеской паре. А у мужчин все-таки причина чаще всего бесплодия. Воспалительные заболевания, Надежда. А у мужчин же часто, я слышала, что бессимптомно инфекции, да, протекают в сравнении с женщинами, да? Да, но мужчины, может быть, они не так трепетно относятся к здоровью. Может, они немножечко где-то стесняются, обращаться к урологам. И получается, что вот эти перенесенные инфекции, там, мочи половой системы, да, приводят... Да, приводят к тому, что меняется и качество половых клеток, их количество в эякуляте меняется, и, собственно говоря, мужской фактор, поэтому и уже на втором месте, а если смотреть из года в год, то где-то и на первое место оно выходит. Плюс мужчины, конечно, чаще курят, имеют вредные привычки. Много вредных привычек. Да, да. Ну, в общем, о здоровье необходимо задуматься и мужчинам, и женщинам при планировании беременности. У нас три минуты до окончания эфира. Ольга Александровна, что можете пожелать, давайте на позитивной ноте закончим, да, эфир, будущим мамам, беременным и тем, кто только планирует беременность. То есть ваши пожелания, рекомендации? Ну, наши пожелания, Надежда, все-таки как можно раньше обращаться к врачу, когда планируете беременность свою, и следовать советам врача. Да, зачастую ведь у нас женщины, ну, мы работаем с женщинами больше, говорят, да, да, я вот советы ваши все поняла, но исполнить их, к сожалению, наверное, вот не смогу в полной мере. Ну, поэтому все-таки хочется, чтобы советы докторов, наши будущие мамочки, кто планирует вот только беременность, они выполняли. А те, кто уже на сегодняшний день беременные, ну, тут хочется им пожелать только легкого течения, неосложненного течения беременности, ну, тоже, как бы, быть на связи с нами. И если что-то не так, напоминаю, что в перинатальном центре помощь доступна круглосуточная, что у нас есть приемное отделение, наш санпропускник Акуширский, куда наши беременные женщины при наличии у них жалоб могут обратиться круглосуточно. То есть что-то не так с шевелениями плода, приезжайте, мы обследуем плод, вы убедитесь, что с ним все хорошо, ну, вот не захотите в стационар ложиться, если с ним все хорошо, конечно, вы можете отказаться уехать домой, но вы будете знать, что с плодом все хорошо. Если появляются какие-то болевые симптомы, голова болит, давление повышается, тоже приезжайте к нам. То есть все-таки у нас пожелание – это быть на связи с доктором, это обращаться к врачам, не сидеть, не терпеть, не откладывать на потом. Наверное, это вот основное от нас, от медицины, от Акуширства. Спасибо, Ольга Александровна. Наш эфир подходит к концу. Спасибо, что пришли к нам. Далее встретим чуть позднее нового гостя. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Аминь. Спасибо.